Я хотел бы обратить внимание на то, что, конечно же, этот инцидент, он не выгоден никому из участников политического процесса в Армении. Прежде всего, он не выгоден республиканской партии Армении, чей кандидат Серж Сарксян является фаворитом, безусловно, президентской гонки. В не меньшей степени, как я считаю, он не выгоден тем политическим силам, которые в ряду факторов, объективных, субъективных, отказались от участия в нынешней президентской кампании. Но это, прежде всего, такие крупные политические силы, как процветающая Армения, Армянская революционная федерация Дашнаксутюна, Армянский национальный конгресс. Им это тоже не выгодно, потому что это дестабилизирует в определенном плане политический процесс в Армении, создает вокруг него ненужный ажиотаж и, так сказать, ненужную информационную шумиху. В общем, Армении он действительно никому не выгоден, но то, что он не выгоден, это не значит, что этот инцидент не будет использоваться теми или иными силами, в тех или иных интересах. Я отстранилась от, так сказать, заказчика, исполнителя, работает следствие, разберется, в этом можно не сомневаться. Но то, что происходило в первые дни после инцидента и некоторые тенденции, связанные вообще с президентскими выборами в Армении и реакция на него внешних сил, прежде всего, различных западных организаций, они заставляют, на мой взгляд, задуматься. Я просто конспективно скажу, прежде всего, обратили на себя внимание интенсивные поиски так называемой руки Москвы, которые предпринимали. Я не скажу, что эти попытки имели массовый характер, но они достаточно активно прозвучали в информационном пространстве. Здесь, конечно же, трудно относиться к этому всерьез, потому что КГБ и Советского Союза, на которые ссылались некоторые, в том числе, к сожалению, сам пострадавший кандидат, их не существует уже больше, чем 20 лет. И политика Российской Федерации по отношению к Армении, к другим странам постсоветского пространства, она заключается, прежде всего, не вмешательством в политические процессы. За это, кстати говоря, иногда критикуют, но это де-факто так. И второе, на что я хотел бы обратить внимание, это резкий рост критических оценок президентских выборов в Армении, подготовки проведения со стороны западных структур. Это и ПАСЕ, это и другие профильные структуры европейские, которые мониторят выборный процесс. Это и известная запись английского посла в блоге, который критикует ход предвыборной кампании и, на мой взгляд, оказывает непосредственное давление на власти Республики Армения. Это и такие шаги, которые, конечно же, с одной стороны, не относятся непосредственно к Армении, но, с другой стороны, позволяют сделать определенные выводы. Я имею в виду признание одним из американских штатов событий в Худжалу в 1992 году геноцидом, которое произошло практически синхронно с вот этим самым достаточно странным терактом. И в этой связи, конечно, можно строить определенные версии, определенные предположения, в той или иной степени конспирологически они, конечно, характер будут вести. Но мы прекрасно понимаем, что механизмы дестабилизации или попыток дестабилизации внутриполитической ситуации в той или иной стране не обязательно в Армении. Они будут предприниматься, они предпринимаются и они будут продолжаться уже в силу того, что Армения находится в таком нестабильном геополитически и геополитически важном регионе, как Южный Кавказ. И мы видим, что руководство Республики Армения прекрасно понимает этот факт. И последние шаги, связанные с укреплением безопасности Республики и в том числе с укреплением военно-политических, военно-технических связей с Россией, на мой взгляд, свидетельствуют об этом со всей...